Сегодня у владельцев, продающих свои автомобили, нет необходимости снимать машину с учета. Казалось бы, большое облегчение. Вместе с тем, подобная ситуация может привести и к сложностям. Например, в том случае, когда новый собственник не спешит регистрировать свое приобретение в ГИБДД. Согласно статье 357 Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения. И пока автомобиль не снят с учета в подразделении ГИБДД, исчисление налога производится прежнему владельцу. Иные основания для прекращения взимания транспортного налога за исключением угона транспортных средств либо возникновения права на льготу налоговым законодательством не установлены. Сведения о собственниках транспортных средств поступают в налоговые органы от органов ГИБДД МВД России. На основании данных, полученных от ГИБДД, налоговый орган прекращает исчисление данного налога. При этом, если регистрация транспортного средства была прекращена до 15 числа месяца, то этот месяц мы не учитываем при исчислении транспортного налога. Одним словом, продавая авто, стоит отдельно обговорить с покупателем сроки постановки транспортного средства на учет, а через пару недель дополнительно поинтересоваться, поменяла ли ваша бывшая машина владельца официально. С 2014 года для дорогих моделей стоимостью свыше нескольких миллионов рублей применяются коэффициенты в максимуме повышающие налог до 300%. За 2017 год физическим лицам, владельцам транспортных средств со средней стоимостью от 3 миллионов рублей транспортный налог будет исчисляться с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3. Так, в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей включительно применяется повышающий коэффициент 1,1. Применение коэффициента 2 предусмотрено в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет. Коэффициент 3 у нас применяется, если с года выпуска транспортного средства стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей включительно. Прошло не более 15 лет. А также в случаях, если автомобиль выпущен не более 20 лет назад и его средняя стоимость превышает 15 миллионов рублей. Перечень дорогостоящих автомобилей определяется ежегодным Министерством промышленности и торговли России. Он ежегодно выставляется на официальном сайте данного министерства. При этом каждый автовладелец может самостоятельно исчислить свой транспортный налог с помощью специального сервиса калькулятора, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы. Стоит также помнить, что уплатить налог необходимо до 1 декабря.